Наши самые большие издержки это банки. Мы с тобой в 2015 году, ты сказал такую фразу, если бы я знал, чего мне это будет стоить, я бы никогда этим не занялся. Прошло три года. Не изменилось. Слишком тяжело и всем, кто сейчас хочет стартовать, я всех отговариваю, и люди есть, которые приезжают, ребят, ну чтобы вы поняли, давайте со мной два денька хотя бы поживите, вот со мной прям ходите, все, смотрите, как, что, потому что все видно сразу. Как сказал один наш товарищ, что, я вот не помню точно ли он сказал, по-моему, вот он, не буду называть имя, потом мы с ним обсудим и озвучим. Он сказал, что успешность сельскохозяйственного предприятия оценивается тем, сколько тебе дали кредитов в следующем году. То есть вот эта фраза очень интересная, она такая многогранная. То есть, если ты плохой, тебе кредитов не дадут. Если ты хороший, тебе дадут кредитов. Но у меня вопрос, какой же ты хороший, если тебе опять нужно кредит? Тебе нужно каждый год больше и больше, больше и больше. Вот. Поэтому, не знаю, как там дальше будет, вот вся вот эта вот красивая фраза, надо снижать издержки. Наши самые большие издержки это банки. Вот. И соответственно, как я их могу снизить, я не знаю пока. Потому что я говорю, я вот там через три года мы расплатимся. Но я понимаю, что к этому моменту нам нужно будет покупать новое оборудование, новые трактора. Потому что у меня все старые, они ломаются каждый день. И мы опять залезем в кредиты и так далее. На самом деле, мне некогда заниматься вот так, чтобы я был таким фермером, прям конкретно я на тракторе. Там все. Потому что вот вся вот эта вот тема с отчетностью, тема с банкирами, тема с какими-то развитием, с финансированием, она требует моего участия везде, где угодно, только не на ферме с коровами. Вот. И дальше вот сейчас все это начинается у нас, это торговля, эти ярмарки. Вот. Поэтому на ферме у меня специально обученные люди. Вот. И я туда внедряюсь только, когда там начинаются какие-то проблемы. Вот. Пока проблем нет, ну, вроде как, слава богу, там все это работает. Вот. Поэтому, а так бы я с удовольствием, наверное, занимался бы, был бы таким европейским фермером, который ходит, спокойно живет и дует этих коровок, вот, и говорит их каждый день. Второй раз мы за нашу вот эту агроэкспедицию встречаемся именно с таким же мнением. Что ты сейчас рассказал? Ну, как я уже говорил, еще раз повторю, так вот, на одном там форуме я увидел красивые сравнения, там, европейский фермер это фермер, точка, все. И он даже не ветеринар, он даже не зоотехник, он не кормленец, он просто фермер, который владеет своей фермой, ходит, гладит коровы за ушком. И остальное, я это видел в Германии сам, остальное ему делают сервисные службы, ему не выносит мост, так, государство. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Опять-таки же, да, надо там пожить, поработать недельку, потому что там не увидишь всего, что у нас происходит, да. А в России фермер это все, это финансист, это бухгалтер, это юрист, это просто вот все. Мы постоянно, вот сейчас у нас обсуждение там идет с навозом, да, вот, пристали к фермерам с навозом государства, и у нас тут приставали прокуратуру, причем все серьезное, это начинают пытаться заставлять какие-то лицензии получать, но, к счастью, есть письмо от Минприроды какой-то там, что написано, где если это фермер сам у него свои поля, и он его из на поля, то это не отходы. Вообще называть навоз отходами, ну, это глупость вообще совершенная, вообще просто вот совершенно, потому что навоз это не отходы, это элемент процесса, и это удобрение, вот, причем хорошее удобрение. И от меня отстали с этим вопросом, ну, вроде покалуги от всех, мне кажется, отстали в основном, вот, а так этот вопрос, он возникает, и вот, в том числе, приходится вот участвовать во всех, недавно там мы участвовали в Минэкономразвитии, я несколько раз был, мы участвовали в обсуждениях, как сделать жизнь фермеру лучше, вот, и что для этого нужно. Удалось прийти к консенсусу? Мы придумали хорошую идею, все это предложили, все это описали, все это было хорошо воспринято, но мне кажется, не будет реализованно. Но я не знаю, надо смотреть, может быть, нужно дальше продолжать участвовать, но опять-таки же, вот, когда фермерским заниматься, потому что тут замкнутый круг, есть вопросы, которые тебя тормозят, и ты не можешь заниматься фермером, чтобы их решить, надо вот идти туда, в Калугу, в Москву, там, что-то разговаривать, участвовать. Я не говорю, там, идти за Навального, да, пикетировать, это не поможет. Надо идти разговаривать, надо идти, говорят, ребят, вот, надо здесь подстроить так, здесь подстроить так. И на сегодняшний день, на самом деле, очень много слушают и много решений принимается на основе именно, вот, мнений общественности фермеров. Поэтому я вот состою и в Акоре, я состою в Союзе сыроваров, вот, и с удовольствием везде, потому что если мы не будем участвовать, то примут решение за нас. Продолжение следует...